Свияга 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 Необычная, удивительная река. Бежит голубой извилистой лентой недалеко от моего дома и образует живописную обширную пойму. Интересные версии происхождения названия реки. Согласно первой, слово происходит от тюркского си или су, вода, и ага, течь. То есть переводится просто текущая вода. По другой, свияга. В русских говорах 14 века дикая утка, отсюда и название одного из видов уток, свиясь. Привычная для жителей нашего города река протекает не только через Ульяновскую область и Цитарстан, а также дарит флагу степной, лесостепной и лесной зонам. Главная ее особенность состоит в том, что она течет параллельно Волге, с юга на север. Минимальное расстояние между свиягой и Волгой всего 4 километра, достигается как раз в Ульяновске. Поэтому западные районы города стоят на свияге, а восточные на Волге. В нашем регионе свияга используется как транспортная магистраль и источник водоснабжения. В свияге обитают 12 видов рыб, среди которых щука, окунь, судак, карась, лещ и другие. К сожалению, за последние 30 лет произошли значительные изменения в составе ихтиофауны городской реки. В свиягу проникла одна из самых прожорловых рыб – головешка ротан, которая поедает икру и молоть рыб, и земноводных. Численность большинства видов рыб значительно сократилась. Некоторые виды, такие как сом и берж, практически исчезли. Экологические службы города упорно бьются за спасение свияги. В пределах Ульяновска при сохранении природной красоты и биоразнообразия поймы реки созданы две особо охраняемые природные территории – экологический парк «Черное озеро» и свияжеская эколого-рекреационная зона. Чтобы сохранить свиягу для будущих поколений, надо ликвидировать запруды на истоках реки, построить новые очистные сооружения или переоборудовать старые, провести ливневую канализацию во всех районах города Ульяновска, запретить сливать в реку производственные отходы, расчистить берега от мусора и организовать оборудованные места для отдыха для жителей города, призвать жителей города соблюдать чистоту и порядок на берегах нашей родной реки Свияги. В 2017 год в России объявлен годом экология. Цель данного решения – привлечь внимание окружающих к проблемам экологической сферы и улучшить экологическое состояние нашей страны. Ведь каждый в ответе за то, что происходит на нашей планете. И я считаю, что это правильно. В нашей школе мы привели конкурс детских работ «Флам-Арс». В рамках экологической сферы в мире нет вещей ненужных. Данный конкурс должен был продемонстрировать новые возможности уже использованных годовых материалов. Вот что у нас было сделано. А данная работа была сделана мной и моей сестрой. Также я предлагаю проводить акции по сбору и ювелизации мусора, такие как акции «Чистый берег». Акция «Чистый берег» конечно же сама по себе не решит проблемы высорения на прибрежной зоне реки Свияги. Но в первую очередь обратит внимание общественности и привлечет внимание граждан, а самое главное – молодежи. Данная акция направлена в первую очередь на очистку прибрежной зоны реки Свияги в районе улицы Сергея Шолмова на очистку от самопроизвольной свалки и мусора в том месте, где прежде всего отдыхаем мы. Данная акция проводится нашей школой уже не первый год. Проводим мы ее осенью и весной. Причем участвуют и все старшеклассники нашей школы. Девиз нашей акции Сделать берег Свияги чище, а город лучше!